Субтитры создавал DimaTorzok Если любишь своих друзей, не дарим козу в подарок. Также не рекомендуется вставить в доме всевозможные фигурки и изображения козы. Давайте разберемся почему. Как вы знаете, в фэн-шу есть 12 зверьков, а еще есть 8 триграмм. Так вот, наша коза относится к триграмме туз, которая связана с говорением, с речью, а также со сплетнями, и которая активизируется нашим символом кода. Если вы входите в дом и видите козу, она является активатором сплетен. Это означает, что человека преследуют сплетни, или сам человек не умеет держать язык за зубами. Кто распускает сплетни, вы или о вас, зависит от внешнего окружения вокруг дома. Внешний фэн-шуй. Если у вас вокруг дома хорошее окружение, отсутствуют всевозможные ша, то о вас будут много и нелесцеприятно говорить. А если во внешнем окружении есть ша, то вы будете разносчиком слухов. Особо не рекомендуется размещать изображение козы напротив входной двери в квартиру, так как коза в этом году является князем года. Она будет сталкиваться с вашей входной дверью и провоцировать вокруг вас сплетни и нехорошие слухи. А что делать, если вам подарили козу? Естественно, не нужно думать, «О, теперь меня будут преследовать всевозможные несчастья». Нет, конечно. Не расстраивайтесь. И не расстраивайте друзей. Примите подарок. А после их ухода уберите козу в шкаф с глаз долой от ненужных слухов. Пусть князь года будет годовым князем шкафа. Все это не так принципиально относится к овце, но я бы лично тоже с ней не рисковала. Хорошему Нового Года!